Наш гость Андрей Пионковский, политолог и публицист. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Ян. Добрый день, Ирина. Путин сегодня встретился с так называемыми матерями военнослужащих. Но почему так называемыми? Потому что никого из тех, кого мы видели на многочисленных видео с протестами жены матерей мобилизованных, на встрече не было. Были чиновницы, депутатки, единороски. Никого из комитета солдатских матерей и совета матерей жен к Путину не пригласили. Боится настоящих матерей жен или презирает, как вы считаете? Ну, у него же тактика, кроме депутаток, единоросок, там еще наверняка достаточно сотрудниц ФСО, которые сегодня изображают продавщицу мороженого, завтра рыбачку, а сегодня мать погибшего. Но вот, что характерно, показали по телевизору несколько раз выступление Путина, довольно циничное. Он благодарил матерей за то, что они вырастили сыновей, которых он послал на смерть. И в качестве утешения он им рассказывал, что некоторым из них я даже успел поговорить по телефону и убедиться, какие они герои. Ну, все эти, я не знаю, матери, поселочницы, единороски, все сидели с абсолютно закрытыми ртами, и ни одно из них, ни одного слова не было от них включено в телевизионную программу. Ну, мне вспомнилось, как Путин приходил к власти 22 года назад, была его встреча с женами подводников, погибших в Курске. Это его первая такая была пиарная кампания. Вот от встреч с женами погибших подводников до встречи, ну, якобы с матерями погибших мобиков. Вот вся его история во власти. Это вот тогда он называл, да, там, гулящими женщинами за 10 долларов? Да, и успокаиваю фразой, она утонула на вопрос, что случилось с подводкой. Знаете, мне еще один приходит на ум, еще одна такая вот ассоциация, или даже пример, когда командующий Черноморским флотом встречался с матерями погибших матросов и офицеров с крейсера «Москва». Это происходило в Севастополе, так вот тогда командующего охранял целый отряд спецназа. Вот настолько они боялись вот настоящих матерей. Здесь мы, конечно, этого всего не видим, там все свои встретились, поговорили. Да, но это было, причем все это встреча происходила на фоне совершенно чудовищных заявлений официальных властей последние два дня, но открывшие как бы основную цель так называемых спецопераций Путина. Ну, я имею в виду выступление Пескова, который сказал, что есть очень простой способ украинской власти прекратить страдания своего народа. Это согласится на все наши требования. Но это цитата из Гитлера. Это многие заметили, не я один. Это выступление Гитлера в Экстаге обращается к руководству Англии. У вас есть единственный способ принять разумные требования Германии и прекратить страдания вашего населения. Это не заимственная цитата. Это они органичные для этой власти. То есть Путин это Гитлер сегодня. Что нашло подтверждение, между прочим, еще более чудовищное выступление Лукашенко. И оно тем более знаменательно, что Лукашенко, когда он произносил эти слова, я сейчас их процитирую, он находился в нескольких метрах от Путина. Физически это было в куларах так называемого саммита ВДКБ. Так Лукашенко подробнейшим образом изложил эволюцию взгляда Путина на цели войны. Он сказал, когда Владимир Владимирович начинал эту операцию 24 февраля, он не скрывал этой цели было уничтожить украинское государство. А сейчас цель другая. Цель уничтожить украинский народ, если вы не согласитесь на его требования. Вот с таким цинизмом Песковым и Лукашенко выражены, наконец, окончательно вот эти гитлерские цели российской агрессии. Ну вот, возвращаясь к 23 ноября, когда Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины, есть погибшие и раненые, тысячи людей остались без света и воды. Вот что это было, да? Вместе с тем, что ничего не могут сделать на поле боя, принуждение к переговорам, о чем вы говорили, стремление порадовать свою людоедскую аудиторию. Ну ведь на федеральных каналах какой-то просто праздник у них был. Да, вот это чудовищно, чудовищно. Вот это, я уже не хочу повторять это имя, скажем, но она виждет в течение 6 часов ежедневно, с восторгом описывая разрушение в Украине, смерти, предсказывая холод, голод, отсутствие воды. Ну, это уже громадная ответственность ложится на весь русский народ. И я думаю, что нам десятилетиями придется отмываться от этого позора и приносить покаяние перед украинцами, если его когда-либо примут. Не знаю, найдется ли через 20 лет какой-нибудь канцлер новой будущей России, если вообще будет существовать русское государство, которое как канцлер Брандт приедет в Киев или в Бучево, или в Изюмое, и встанет на колени попросить прощения за цепь этих чудовищных преступлений. А что это такое? Ну, это отчаяние. На поле боя Россия проигрывает. Никаких средств военных нет. Весь этот ядерный шантаж уже не актуален, потому что Запад и даже китайцы им объяснили, что это недопустимо и какое наказание будет подвергнуто России. Осталось вот уничтожение инфраструктуры. Знаете, даже уничтожая инфраструктуру, они ведь и дальше врут. Министерство обороны России распространило очередную ложь о том, что не наносило ракетный удар по Киеву 23 ноября. Россияне признали, что били по Украине, но относительно Киева заявили, я хочу процитировать, что ни единого удара по целям в пределах Киева не наносили. Разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО. Вот когда закончится эта все-таки дикая ложь? Это закончится только с полным поражением России. И мне кажется, это начинают все-таки понимать на Западе. Вот у меня две новости, вот как бы реакции на последние события. Три даже, две положительные. Третья пока не очень. Ну, положительная новость, никакого давления на Украину с тем, чтобы она под угрозой уничтожения, под угрозой террористов пошла на капитуляцию, нет и не будет. Ну, была робкая попытка зондажа, когда Салиман приезжал 5 ноября в Киев. Ну, его послали по тому же адресу, по которому 16 июня послали драги Макрона и Шольца. Это на Западе поняли очень хорошо. Это и Байден заявил, что целью, единственный способ прекратить войну, это полный вывод оккупационных войск Украины. И все более жесткие заявления, порадуемся за него, делает Столтенберг. Несколько дней назад, в ответ на призывы корреспондентов, вопроса, а как же с переговорами, он сказал, что, как правило, исход войны решается не на переговорах, он решается на поле битвы, он the battleground, там и будет решен. Вчера он сделал очень важное заявление, вот характеризующая степень понимания западной ситуации. Он сказал, мы расплачиваемся за это некоторым повышением цен на продукты. А украинцы расплачиваются своей кровью. Вот это, наконец, дошло до понимания западной ситуации. Причем расплачиваются за, не только сражаясь за свою свободу, но защищая Запад от нашествия Кремлевской Орды. И он добавил, что необходима полная поддержка Украины во ее победе над Россией. Так вот вторая хорошая новость, первая, никакого давления на Украину не будет оказываться. Вторая новость в том, что длительная дискуссия внутри американской администрации, Запад, которую мы с вами наблюдали, между концепцией «нам нужна победа Украины» и параллельной концепцией, которую предпочитал Соливан, наша цель не допустить поражения Украины. Сейчас речь идет только о победе. Это две хорошие новости. Но пока еще нет третьей из них, вытекающей, американцы и Запад в целом, видимо, пока никак не может снять с себя самоограничения, не предоставлять наступать на оружие, которое может бить по целям на территории Российской Федерации. Что я имею в виду, это ракеты «Этакмс» для «Хаймерсов» и ракеты «Скапс» — кроватые ракеты воздушного базирования. Вы знаете, речь стоит даже не о территории Российской Федерации. Тут основная задача — поражать цели в глубоком тылу противника. Вот те логистические базы, до которых не может сейчас дотянуться украинская армия с расстоянием 80-85 километров ракетами. Ну, вообще-то, Ян, практически уже может, кроме Крыма, после взятия «Хаймерсов» против Крыма. Почему нужно натянуться до Российской Федерации? Да не собирается Украина повторять русские преступления и бить по-русски. Это нужно как оружие сдерживания. Если в Кремле будет понимать, что украинцев есть ракеты дальностью 500 или, как сказать, с 1000 километров, то, уверяю вас, никакой следующий, запланированный, видимо, на следующий понедельник, у них с недельными ритмами они работают, им нужно подготовиться, собрать ракеты. Никакой следующей атаки на украинские города не будет, потому что они будут знать, что у Украины есть возможность ответить ударом по российским городам, включая Москву. Это они никак не могут допустить. Вот западу осталось преодолеть вот этот последний, последний сдерживающий ее барьер. Что срабатывает? Срабатывает традиционная американская психология. Да, они сейчас в этой дискуссии закончены за победу Украины, но они хотят, чтобы победа управляемая, не слишком сокрушительная, которая может вызвать полное падение, не только уход Путина, на падение всего режима и начало русской смуты и гражданской войны в России. Вот этим их пугают русские. Вот видите, до чего дошел. Раньше они пугали своими посейдонами, там, сарматами какими-то, что мы вас... Сейчас они пугают тем, что вот мы такие слабенькие, у нас все развалится, у нас начнется хаос, посмотрите. Давайте лучше договоримся как-то попробовать убедить украинцев, чтобы эта победа была какая-то постадийной, неоглушительной. Вот это пока им это удается. Но вот на чашу вешают с другой стороны же те преступления, которые творятся каждый день на украинской территории. И вот посмотрим, вот очень интересно, вот идущая сейчас неделя, потому что я уже сказал, что мы уже знаем их технологию, следующая такая атака намечена, ну, где-то в начале следующей недели. Вот сумеют ли в неформальных контактах Запад найти доводы и предупреждения, которые убедили бы Москву отказаться от этих атак? Так как они уже убедили, они же нашли с ними нужный язык, чтобы убедить их отказаться от ядерного шантажа. Но сейчас остался вот этот шантаж террором. Вы знаете, вот напоминает такую ситуацию, когда вот взрослый большой хулиган, да, бьет какого-то прохожего, а его друзьям, которые стоят рядом, он говорит, не смейте вмешиваться, пока я его не убью. И те вот помогают советами, еще чем-то, но вот не решаются вступиться за него. Я думаю, все-таки настанет момент, когда будет и наступательное оружие, будут и ракеты, потому что, ну, сколько еще можно терпеть вот такое издевательство над украинским народом? Ну, Запад все делает правильно, но только с запозданием, с большим запозданием. Если бы то оружие, которое сейчас регулярно доставляется в Украине, было бы в Украине в первые месяцы, война бы давно закончилась. Или как, я процитирую вот эту полюбившуюся мне цитату российского военного эксперта Ходоренко, которого та же Марась Скобеева начала его рассказать. А вот, слушайте, американцы, наверное, уже кончаются на складах оружия, которые она поставляет. Он ответил ей, я барбару, там ничего не кончается. Если бы американцы захотят, они смогут закончить этот конфликт в самые кратчайшие сроки. Это оценка всех военных экспертов. Если будут переданы вот те дальнобойные ракеты, о которых я говорил, плюс достаточное количество танков и самолетов, все это может закончиться в две недели. И это русские прекрасно знают. Они же совершенно в отчаянном положении. Они все говорят о своем суверенном положении. Сколько лет они говорили, что Украина несуверенное государство, она подчиняется. Сейчас они возмущены, что Украина, видите ли, не следует советам Запада пойти на переговоры. А что касается, о каком суверенитете России может идти речь, когда все существование, ее сейчас зависит от завтрашнего желания пожилого нерешительного человека в Белом доме. Если завтра он решит походаренку, то через две недели будет закончена война и будет закончен весь Путинский. Они это понимают. И вот в бессильном бешенстве у них ничего не остается, как обрушиваются ракеты на украинские города. — Хотели еще немного о культуре поговорить, ну а то и какая есть. Вот телевизионная мама Хрюши Степашки, экс-ведущая «Спокойной ночи» Ангелина Вовк, дала большое интервью, из которого следует, что на Россию напали абсолютно все. Она там много чего наговорила. Например, что Пугачева талантливая, но неуправляемая и предательница. Что украинцы всегда ненавидели русских. Может случиться ядерная война, и ей, мол, уже все равно. Но она пожила, а молодых и влюбленных жалко. Ну и сама Ангелина Вовк собралась остановить войну в Украине, уговорив ВСУ сдаться с помощью кукол и «Спокойной ночи, малыши». Это надо слушать. Давайте послушаем. — Понимаете, у них какая-то такая мощная пропаганда, мощнейшая, что, ну, извините, весь мир на нас напал. Говорят, что во время Великой Отечественной войны то же самое было, что все страны воевали против нас. Но мы победили. Ну, сейчас не знаю как. Честно скажу, не знаю, потому что это может кончиться вот такой ядерной войной. Я хочу, чтобы был мир. Я даже хотела бы поехать с Хрюшей и Степашкой туда, ну, на линию фронта, и обратиться к той стороне. Они же тоже смотрели «Спокойной ночи, малыши». А мне одна моя подруга, она врач МЧС, она говорит, кому ты там будешь обращаться? Там одни наемники. Там уже украинцев-то не осталось. — Я думаю, что там ничего святого не осталось уже, Ангелина Михайловна. Не только украинцев. А среди наемников ничего вообще человеческого. Ой, не говорите. Такие страшные люди. Страшные. И вот они пришли, и они безжалостные. Я вот так вижу их лица и думаю, неужели их совесть по ночам не мучает? Что они вот приехали на чужую территорию убивать, приносить страдания людям, бомбить мирные дома. Ну, это же бесчеловечно, да? — Ну, это бред какой-то. Она о ком раз, кто приехал на чужую территорию убивать. — Да, она вот искренне не понимает, как вы считаете? — Ну, понимаете, пожилая женщина, ей очень захотелось еще раз... И вы как телевизионщик понимаете, телевидение — это наркотик. Вот ей захотелось появиться на экране, а появиться можно будет только вот с таким текстом. Ну, это обычный бред, но я бы обратил внимание, вот еще что повторяется во всей российской пропаганде, Великую Отечественную войну против нас тоже был весь мир, и мы победили. Какой черт этот весь мир? Англия и Соединенные Штаты громадную помощь оказывали военную, без которой Советский Союз не выдержал бы. Перелом войны наступил где-то в середине 42-го, к концу 42-го года по двум причинам. Во-первых, вот были наращены громадные объемы американской помощи, а другая причина, о которой и умалчивают российские историки. Андрей Ильич, ну вот, кстати, Хрюш и Степашка подросли, и, судя по всему, стали намного умнее, чем их телевизионная мама. Вот они выросли и превратились в других телеперсонажей. Это Хрюн Моржов и Степан Капуста, и Стушите свет. И вот обнаружилось, что Хрюн Моржов предсказал появление частных армий в России 21 год назад. Давайте посмотрим. Надо все-таки делать реальные прогнозы. Я вот, например, уверен, что в новом веке в России наконец-то будет профессиональная армия. Да? Чья? Не понял. Я спрашиваю, чья профессиональная армия будет в России? Ну, Хрюн, ну что ты несет, Хрюн? А чего? Реальный прогноз? Пу-пу-пу-пу-пу, оброни создатель. Вот сбылось пророчество Хрюна Моржова или создатели Вагнера видели этот выпуск и взяли на заметку идею? Ну, кстати, вы знаете, вот я говорю о том пужалках, которым здесь пропагандисты пугают американцев. Вот это одна из них. Они говорят, смотрите, у нас уже есть частная армия Кадырова, частная армия этого самого Пригожина. Вы представляете, что будет, когда начнется русская смута и гражданская война на громадной территории, напичканной атомно-электростанциями, химическими производствами и так далее. Они этим уже спекулируют в качестве вот этой своей слабости. А это, между прочим, реальный факт. Поведение Пригожина и Кадырова свидетельствует о том, что они уже думают о постпутинской России, поствоенной. Они уже не столько думают о победе на краю, сколько о своем месте. И они уже сражаются за свое место и свою власть в этой будущей России. Эта гражданская война, она уже началась. Ну и своими же руками приближают свой же конец. Спасибо вам большое. Андрей Пьянковский, политолог и публицист, был с нами на связи. Благодарю вас за эту беседу.